В этом видео представляем вам реальный случай использования металлокерамического моста с опорой на 7 имплантатах. Зубы были установлены на стандартных аббатментах. Как показало время, эта конструкция полностью оправдала себя, и вот уже 10 лет служит верой и правдой пациенту. Обратите внимание на стабильное состояние кости вокруг каждого демонстрируемого дентального имплантата. Для внимательного зрителя поясняем, что промежуток верхних левых маляров не был восстановлен по причине согласования метода лечения с пациентом. Все дентальные имплантаты установлены без дополнительной костной подсадки или процедур, называемых методикой открытого НАЗО и синус-лифта. Пациент просили сделать все максимально за раз с минимальными рисками в одну операцию. Была выбрана двухэтапная классическая методика с активацией через 6 месяцев. Несмотря на преимущества балочной конструкции, пациент предпочли цельный металлокерамический мост. За эти годы незначительные сколы на резцах были практически незаметны. Исходя из активной преподавательской деятельности пациента и индивидуальных анатомических особенностей, необходимость имплантации зубов была продиктована невозможностью и нежеланием носить верхний съемный протез. Нижний же протез. Напротив, пациент носили без проблем. Таким образом, комбинированная система металлокерамический мост на дентальных имплантатах на верхней челюсти и частичный съемный протез на нижней челюсти уже прослужили 10 лет и еще много лет должны прослужить. Также предоставляем ссылки на имплантаты, которые служат уже более 20 лет. Спасибо за просмотр и до следующих видео.